Зависло, да? У вас тоже или нет? Дорогие коллеги, здравствуйте. Я надеюсь, что ни у кого ничего не зависло, и мы с вами сейчас находимся в прямом эфире и транслируем нашу встречу. По-моему, очень здорово в самом начале июня, в субботу, поговорить о том, что именно происходит на разных концах страны, чем дышат и Калининград, и Владивосток, и Урал, Пермь, и, конечно, столицы Москва и Петербург, как они готовятся к тому, что в эти города поедут туристы, и, конечно же, семьи с детьми, в числе этих туристов. Мы сегодня решили поговорить о детских фестивалях, но у нас есть еще такой рояль в кустах. Мы будем говорить не только о детских фестивалях, но и о возможностях для самой требовательной, капризной, я бы даже сказала, аудитории для подростков. Честно говоря, это редкий случай, когда мы все собираемся в эфире, и можно сказать, что это один из первых прецедентов, когда в фестивале рассказывают о себе не только коллегам, не только профессионалам, музейщикам, педагогам, но широкой аудитории и, главное, представителям туристического бизнеса. Вот, наверное, сегодня у нас такое виртуальное рукопожатие между объектами посещения, между организаторами крупных событий на местах и туристическими операторами. Постараемся воспользоваться этим на полную... Меня зовут Юлия Мацкевич, я сегодня буду в двух лицах, я буду и модератором этой встречи, и представителем Петербургского фестиваля «Детские дни». У нас сегодня несколько участников, они представляют, как я уже говорила, разные города. Это Наталья Иванова, город Пермь, фестиваль «Горки». Это тоже Наталья, центр «Благосфера». Наталья, помашите рукой. Да, вот Наталья машет рукой. Дальше уже другие имена у наших участниц. Это Юлия Чурилова, Калининград, одна из самых западных точек нашей страны. Юлия представляет фестиваль «Острова». Фестиваль «Острова». Добрый день. Да, и две наших коллеги из Владивостока. Это Александра Осипова и Кристина Александрова. Они представляют фестиваль с таким поэтическим названием «В рифму сам по следам». Это большой межмузейный маршрут. Кажется, я назвала всех наших участников. И мы постараемся пойти по порядку. Главная причина, что нам стоит поздравить с началом фестиваля Пермь. Пермь, которая празднует свое 300-летие. И уже третий день в Перми идет большой фестиваль «Острова». Я передаю слово Наталье Ивановой. Пожалуйста, Наталья. Да, коллеги, подскажите, как с демонстрацией экрана быть. Здравствуйте всем. Фестиваль «Горки» у нас действительно стартовал 1 июня, в День защиты детей. И весь этот год мы празднуем к тому же 300-летие Перми. Поэтому это дополнительный повод к нам приехать. И могу начать рассказывать о фестивале, да, Юлия? Конечно, мне кажется, не стоит откладывать, да, и можно включить свою презентацию. Так, хорошо, секундочку. Вот так, да? Все хорошо видно? Отлично. Наш фестиваль называется «Горки». Это название выбрано в связи с тем, что весь наш город Пермь, он находится на холмах, на горках. И в том числе все участники музея, которые задействованы в этом фестивале, они тоже, каждый находится на своей горе, в ландшафте города. Поэтому мы проассоциировали еще это с детской такой забавой горки, и поэтому называется так наш фестиваль. Фестиваль этот межмузейный, это фестиваль межмузейных маршрутов, но также он посвящен городу в целом. Поэтому он очень насыщен маршрутами по городу, интересными, незаезженными, даже не столько туристическими, сколько вот такими краеведческими. Вот здесь как раз об этом написано. И фестиваль этот идет уже около 10 лет. Сначала он в другом виде возник, сейчас в таком, как происходит в этом году. И основными направлениями этого фестиваля являются, как я сказала, уже маршруты, но и богатая событийная программа. То есть вместе с путеводителями, наряду с посещением музеев, участники фестиваля могут посещать концерты, занятия, встречи с художниками, фотографами, главным садовником города и так далее. Мы выходим и на реки, у нас река Кама, центральная такая наша река. И у нас есть путешествия на Сапах по Каме вместе с экскурсией. И мы ходим в потаенные уголки, в разные какие-то интересные, очень зеленые, скрытые микрорайоны и так далее. То есть со всех сторон изучаем наш город и музеи. Вот если так очень кратко. Здесь немного фотографий с наших уже начавшихся и бывших, уже прошедших мероприятий. Вот, то есть мы прямо как следопыты, как по хорошим таким добрым традициям гуляем и изучаем наш родной город. Также вот здесь немного фотографий с наших событий, с музыкальных, а также с выставки, которую мы организовали в прошлом году по итогам фестиваля. То есть весь месяц ребята вместе с родителями гуляли, напитывались, что-то узнавали, получали впечатления, ощущения. И в итоге это вылилось все в арт-лабораторию, в которой дети вместе с куратором-художником попытались выразить, как пахнет город, как он звучит, где их любимое место, что они хотели бы придумать, как переделать, например, наш городской зоопарк и так далее. И вот на эту тему фантазировали, в итоге это вылилось у нас в такую красивую выставку, которую мы разместили в партнерском кафе, то есть кафе, которое было нашим партнером. И получилось очень такой красивый финал, финальное мероприятие. Еще раз хотелось бы рассказать, для кого все-таки этот фестиваль. У нас есть мероприятие и для мам с малышами до 4 лет. Основное ядро – это, конечно, семьи с детьми от 4 до 12 лет. И иногда у нас получается сделать что-то с подростками. Но все-таки данный фестиваль, он больше для семей с детьми до 12 лет. И, конечно, еще раз хочу сакцентировать, что в этом году мы отмечаем 300 лет Перми, и многие мероприятия, многие маршруты связаны именно с этим нашим большим юбилеем нашего любимого города. Вот вкратце все. Может быть, будут вопросы, пояснения, я готова ответить. – Наталья? – Да. – Спасибо большое. Ну, вы так лаконично все рассказали. А как у вас вообще настроение? Как вы себя чувствуете? Фестиваль начался, сегодня уже суббота. Идут ли дети? Чувствуете ли вы какой-то праздничный такой подъем? – Да, у нас, знаете, стоит уже очень теплая погода, почти месяц, у нас настоящее лето, все пермики очень рады и счастливы, и поэтому очень было приятно при хорошей погоде начать еще и летний фестиваль прогулочный. Вот, сегодня у нас также была экскурсия по историческому особняку дома Мешковой, и тоже пришли дети с родителями, это очень приятно видеть, что интерес только возрастает к этому фестивалю с каждым годом, это заметно. То есть первые мероприятия уже все заполнены, свободных мест нет, вот, и поэтому мы, да, очень активно начали, не раскачиваемся. – К вопросу о свободных местах, скажите, пожалуйста, вот если кто-то буквально на днях примет решение успеть к вам на фестиваль поехать из региона, из другого города, как ему планировать участие в фестивале? – Поучаствовать в фестивале может каждый, если придет в музей, то есть для каждого, кто пришел, выдается путеводитель, как по самому музею, так и по городу у нас разработаны уличные маршруты, а на событийную программу мы билеты, регистрацию выкладываем накануне следующей недели, то есть не на весь месяц вперед, а порциями, поэтому всегда есть возможность записаться на какое-либо мероприятие, их там порядка 50 за месяц, поэтому я думаю, что найдется возможность посетить или творческую прогулку, или мастер-класс, музыкальное занятие и так далее. А в музеях в открытом доступе при посещении, пожалуйста, путеводители присутствуют. – Тут у нас есть вопросы в чате, я начну с вопроса на уточнение, расскажите, пожалуйста, более подробно о мероприятиях в фестивале. Ну вот еще подробнее, ну, например, выберите какие-то три, которые вам кажутся самыми замечательными. С моей точки зрения, вот ваша программа с САПами – это прямо что-то новенькое, ничего не было нигде. – Да, это мега популярное у нас мероприятие, но, к сожалению, мы не можем слишком много принять на него в целях безопасности, но это то, что улетает в первую же минуту, наверное, когда мы открываем билеты. Но кроме этого, на самом деле, есть и другие классные события. Например, для детей от 8 до 11, до 12 лет в рамках фестиваля пройдет школа городоведения. Вот уже первые занятия у нас начались. Вместе с родителями ребята будут изучать историю своей семьи, поднимать старые фотоархивы, какие-то семейные истории. И с помощью наших педагогов, наших научных сотрудников музея мы будем это соединять, искать общие точки соприкосновения с историей города. То есть, как эта семья связана с историей города. Дети создадут свой архив семейный вместе с родителями. То есть, это такая, с одной стороны, игровая, с другой стороны, исследовательская работа. И достаточно хороший результат мы ожидаем, чтобы по итогам этих занятий каждый мог бы что-то узнать о своей семье и сделать свой архив, красиво его оформить. Это что касается таких... Это скорее для пермяков, да, кто как бы в городе постоянно. А вот если я приехала только на два дня, что нужно ухватить? Прогуляться по городу с вашими маршрутами? Вот расскажите об этом. Тогда, да, можно уличные маршруты. Кстати, по ним есть путеводители. Например, по тем же горкам у нас разработан путеводитель именно по ландшафту с точки зрения биологии, географии. В чем особенность нашего пермского ландшафта? Об этом есть целый путеводитель, можно погулять. Далее у нас ближе к концу, 25 июня, будет концерт интересный, семейный. Что еще рассказать? Для малышей. Вот если, например, семьи с малышами путешествуют, да, то у нас будет ряд музыкальных занятий в музее. Театрализованные занятия. Вот, то есть это такие... Да. А где программу, еще раз напомните, можно посмотреть в целом и условия регистрации, где получать бесплатные эти путеводители? Вся подробная информация есть на сайте Пермского краеведческого музея, museumperm.ru, либо в группе ВКонтакте «Горкий фестиваль». Найдите нас, пожалуйста. Есть еще вопрос, на который предлагаю очень коротко ответить. А почему вы это называете фестивалем? А как еще это назвать? То есть когда раз в году организуется вот такая активность. Он, конечно, очень как раз тянутый в течение месяца, но это достаточно интенсивная программа, связанная именно с городом, с изучением города, музеев. То есть это специально организованное мероприятие на эту тему. Это новая программа, она имеет праздничный характер, да, ведь фестивальный – это значит праздничный. Да, значит особенная какая-то, да. То, что вы в течение года в музеях не увидите. Ну, совершенно верно. Спасибо большое, Наталья. Я вижу еще от коллеги вопрос, но он скорее такой более организационно-методический. Мы его оставим на финал нашего разговора, если и время останется. Хорошо. Да. Ну, вот мы слышали о том, что есть даже программа для малышей, вероятно, есть что-то и для младших школьников, и для средних школьников всегда является проблемой, куда пойти подросткам. Либо музеи порой не угадывают, чем же их привлечь, либо даже сам формат музеев становится не совсем привлекательным для подростков. Им хочется чего-то другого. И поэтому у нас есть единственный не фестивальный участник сегодняшнего разговора – это директор Центра «Благосфера» в Москве Наталья Каминарская. Этот центр задумался о том, что вот подросткам-то деться некуда и летом, и на других каникулах, и даже каждый день после школы. Да, Наталья, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Я попрошу коллегу закрыть тогда презентацию. Ага, все, спасибо большое. Я попрошуще все рассказываю, как это все выглядит. Действительно, Центр «Благосфера» – это общественное пространство, некоммерческая организация креативная. Мы существуем в Москве уже, ну как, довольно давно, 7 лет. Мы не музеи, хотя и находимся в прекрасном историческом здании. И это, в общем, наша работа в целом, наша площадка – это такая точка входа для горожан и знакомства с благотворительностью, погружение себя и пробы себя в самых разных видах социальной ответственности, социальной активности. И у нас встречаются, проводятся события не только некоммерческие организации, но инициативные группы, даже инициативные граждане. И все время что-то происходит, поэтому горожан мы ждем и на настольные игры, и на свопы, и на лекции, и на кинопоказы на разных языках. То есть, действительно, много всего мы уже перепробовали, и, как совершенно справедливо сказала Юля, задумались, что же для подростков. Часто ведь родители приходят с подростками к нам на события, но им не то чтобы грустно, но хочется чего-то своего. И у нас на первом этаже, на подоконниках около магазина, чуть часто мы видим подростков из соседних школ, и мы подумали, что, ну как благосфера сама является таким третьим местом для горожан, то почему бы нам не выделить внутри себя отдельное такое пространство, которое будет именно и чистое только для подростков, взрослым, если они там не проводят какое-то событие, вход туда сейчас, и, надеюсь, дальше будет запрещен. Это такое вот прямо собственное-собственное место и для отдыха, и для знакомства, и для самореализации. Ну и для того, чтобы, конечно, потом увлекаться в то, чем занимается благосфера, в такого самого разного рода социальной активности. Открыли мы эту гостиную в качестве пилота в апреле на весенних каникулах и поняли, что закрыть уже не можем, потому что ребята стучали в дверь и говорили, где тут наша гостиная, пустите, это наше место, нам домой надо. И это то, наверное, что больше всего нам хотелось добиться, и удивительным образом они обживают ее сами, устраиваются со своими идеями и историями, и что там происходит, чего только не происходит. Там каждый день, когда гостиная работает, и разговоры, и музыка, и кинопоказы, и всегда есть настолки, есть книжная полка. Конечно, для ребятишек есть Wi-Fi бесплатный, потому что больше всего им надо где-то что-то там почитать, посмотреть, поиграть и так далее. И всегда есть, конечно, чай и печенье, потому что, что говорить, подростки, конечно, голодные ребятишки. И мы готовим, в течение года будет большая самая разная программа и мастер-классов, и событий для ребят, и встреч, и с творческими людьми, и с представителями некоммерческих организаций. И все лето этого года гостиная будет работать с понедельника по четверг с 12 до 8. Туда можно приходить без регистрации, без чего-либо, просто приходить и принимать участие в том, что происходит. Но до лета мы приготовили также и три специальных интенсива, которые будут такие недельные, почти недельные, по четыре дня, для которых мы привлекли самых разных партнеров, и каждый интенсив, он, собственно, такие творческие мастер-классы и события с обязательно, с каким-то результатом. Вот первый интенсив состоится с 19 по 22 июня. Вместе с фондом «Второе дыхание» и благотворительным магазином Charity Shop мы будем знакомиться с апсайклингом, и будет самое там много разных всяческих мастер-классов и мастерских по переделке вещей, и в итоге к концу четвертого дня будет приготовлена выставка, на которую могут прийти и друзья, и знакомые, ну и, конечно, родители. Ну и понятно, все, что будет сделано, ребята, как обычно, утащат с собой. Мы очень всегда просим что-нибудь хотя бы оставить, чтобы можно было показать, но у нас даже есть такая уже маленькая, вот вы видите на фотографии там за спинами ребят, витрину, куда они оставляют то, что хотят нам оставить, а так в целом все утаскивают. Второй интенсив состоится в июле, и он будет театральный. И мы постараемся вместе с театральным объединением Charity поставить спектакль с ребятами за четыре дня. И, то есть, конечно, там будет тоже, опять же, много самых разных мастер-классов, мастерских, проб. Но, в конце концов, спектакль, на который, опять же, можно будет прийти и с друзьями, и с родителями. И даже соседский камерный детский театр, который живет в доме напротив, как выяснилось, благосфера, тоже уже придет в гости на это событие. И последний, в августе, прошу прощения, здесь опечатка, 12-12 августа будет лаборатория урбанистики. Вместе с архитектором, урбанистом Ольгой Ракаль мы делаем такой недельный мастер-класс по урбанистике тактической. И, в конце концов, мы даже пока не очень знаем, что получится, потому что это будет зависеть от ребят. Я так вот громко заявляю, что это будет арт-объект, который поживет в благосфере, но это совершенно неизвестно, потому что то, что решат, то и будут строить. Это, конечно, будет зависеть от ребят. Вот такие три интенсива пройдут в этом году летом. Для того, чтобы для них регистрироваться, открыта регистрация на таймпаде. Вот здесь есть на слайде QR-код, которым можно пройти. Ну, или можно почитать на наших анонсах и на сайте благосферы. И на таймпаде можно найти все анонсы всего, что происходит в гостиной в этом году. Все. Да, Наталья, я как-то так у себя ловко выключила видео, поэтому только голосом присутствую. Спасибо большое. Коллеги, есть ли у вас какие-то вопросы к Наталье? Мне кажется, здесь очень важно вот о чем подумать. Порой едет большая семья одна, ну, например, в столицу, да, раз уж речь пошла о Москве. И в этой семье есть дети разновозрастные. И, как правило, родители чаще ориентируются на малышей, потому что, ну, вот как-то так. Мы всегда ориентируемся на малышей прежде всего. А подросток, он как будто здесь ни при чем. Он должен быть таким сопровождающим. Но ему же тоже хочется с интересом для себя провести время. И это не всегда для него должна быть очень плотная такая программа. Может быть, ему нужно один день как-то передохнуть. Просто потупить на самом деле. И просто где-то посидеть, чтобы его никто не трогал. И мне кажется, да, вот, собственно, мы с этим расчетом тоже работаем по этому лету каждый день. Именно для того, чтобы ребята могли спокойно прийти и отдохнуть. Потому что жарко. И сейчас у кого-то экзамены переходные и все остальное. И для того, чтобы отвлечься от всего этого, побыть одному или, наоборот, побыть в компании, вот это пространство, которое мы построили, мне кажется, для этого отлично подходит. И когда родители пошли в музей и магазины и все, что остальное, вот, пожалуйста, это тоже хорошая возможность провести у нас время. Нет, участие бесплатное для подростков, бесплатное участие в этих интенсивах. И, понятно, в гостиной тоже это все бесплатно. Но понятно, что для проведения интенсивов мы привлекаем партнеров и нашли ресурсы для того, чтобы сделать это качественно. Да, очень здорово. И действительно здорово, что это бесплатно. Но я должна сказать, что если бы родители в самом начале, например, зашли в логосферу, они бы для себя тоже много интересного открыли. Во-первых, это потрясающее конструктивистское здание фабрики кухни. Во-вторых, это суперсовременные, очень приятные взгляду пространства. Ну и тоже много что происходит, Юля. Да, и то есть как бы можно вспомнить, что родитель придет на одно событие или в благотворительный магазин, или еще на что-нибудь. Подросток может провести время в гостиной. Я еще хотела сказать два слова про вашу потрясающую выставку современного искусства, которая у вас просто расположена по всей благосфере. Это частная коллекция действительно очень высокого уровня произведения, которые периодически покидают стены благосферы, отправляются там, не знаю, на выставку. В Титиковской галерее, даже не на выставке, а просто туда отправляются. Олеся, можно просто с нами связаться и переговорить, потому что программа и мастер-классов, и интенсивов, она, безусловно, будет продолжаться в течение года. Мы не намерены заканчивать. Можно прямо со мной на эту тему связаться. Спасибо большое, Наталья. Да, можно продолжить какую-то такую детальную деловую переписку в чате, в личке или публично. А сейчас я хотела бы двинуться дальше, из Москвы на запад, в Калининград, и предоставить слово Юлии Чуриловой, которая уже не первый год организует фестиваль под названием «Острова», но и, кроме того, предоставляет некоммерческую организацию, оно городской жизни. Правда же, Юлия, передаю вам слово. Да, добрый день. Попробую справиться с демонстрацией экрана. Если есть возможность помочь с этим, как-то можно выложить презентацию. Вы начните говорить, когда мы сейчас организуем с вашей презентацией. Ну, я могу рассказать о фестивале «Острова», который в 23-м году будет осенью. В отличие от коллег, летом, собственно, фестивальной программы какой-то не предполагается. Традиционно фестиваль проходит в дни осенних каникул, и в 23-м году, это с 28 октября по 6 ноября. Фестиваль проходит в пятый раз, пятый год, и объединяет там в 10. Это практически все музеи Калининграда, и зоопарк традиционно участвует калининградский, вот в такой музейной эстафете, музей янтаря, музей мирового океана. В этом году также Центр современного искусства, Балтийский филиал Калининградский. Кого еще из таких якорных значимых коллег вспомнить? И мы стараемся задействовать областные музеи, расположенные в небольших курортных приморских городках, известных и калининградцам, и туристам. Это Зеленоградск и Светлогорск, куда добраться совершенно комфортно, удобно. Можно на электричке, на автобусах. Это все доступно и логистически комфортно выстроено. Да, суперспасибо, вижу, что включили мой файл. В этом году тема фестиваля «Театр плюс музей», и мы пригласили кураторов, специалистов в разных областях театра. Каждый год на фестиваль формируется новая команда кураторов, за которыми закрепляются музеи по одному или по два. И это такое сотворчество, профессиональный обмен опытом. С одной стороны, и музейные сотрудники придумывают новые программы и проекты, некоторые из которых остаются жить и существовать дальше в пространстве музея. И для кураторов это новый интересный опыт знакомства и работы с музейными институциями. Иногородних кураторов мы также привлекаем. И в этом году в связи с театральной темой у нас участвует драматург, театральный художник, музейный проектировщик, коллег, кто занимается театром горожан. И, в общем, на эту неделю мы планируем придумать также 10 маршрутов традиционно в 10 музеях этого года, которые будут сопровождаться музейным маршрутным листом, путеводителям. Хотя, наверное, мы сейчас еще в начале пути, в самом прекрасном времени придумывания и мечтания с кураторами, художниками о разных идеях. Вот скоро они так немножко потрутся об реальности. И, может быть, не в таком виде будут реализованы, как это начинается сейчас на уровне замысла. Но мы уже точно знаем, что вот у нас будет 10 музеев. Всю эту информацию уже можно сейчас посмотреть на сайте детевмузеи.рф, сайте фестиваля Острова. Так, что еще? Маршруты готовятся для разных возрастов. Мы выделяем три возрастные категории. Это 6-8 лет, 9-11 и 12+. С подростками, скорее всего, программа будет только вот в Балтийском филиале музея имени Пушкина, он же Центр современного искусства калининградский. Аудиторию младше 5 лет мы не охватываем. Работаем все-таки там 5+, 6+. И также не охватываем какие-то коллективные походы, коллективные экскурсии. Цель фестиваля — это именно семейная аудитория. Цельва аудитория — фестиваль, да, семейная аудитория. Родители или другие родственники, сопровождающиеся детьми. Более того, просто... Это вот на фотографиях можно смотреть, как это было в разные годы. Вот в прошлом году локация зоопарка, да, школа анималистики там действовала всю неделю. Более того, билет фестивальный вам не продадут без предъявления ребенка. Чем удобно, мне кажется, семье, индивидуальным путешественникам приезжать на фестиваль «Острова»? Во-первых, сам по себе прекрасен город Калининград. Во-вторых, вы можете на сайте увидеть основные вот 10 музеев этого года, программы в них, время работы каждого. И посещение в фестивальные дни становится дешевле для пользователя, для посетителя. То есть билет стоит у нас 100 рублей, а в обычные дни это дороже. Ну вот при посещении фестиваля. Таким образом, можно охватить гораздо больший маршрут, захватить историю, историю, культуру Калининграда вот за эту фестивальную неделю. Погода – это то, чем мы, к сожалению, управлять, конечно, не можем, но осень в Калининграде также прекрасна. Еще можно наблюдать листву, дерево гинго и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Также в рамках фестиваля вот это можно познакомиться с кураторами этого года. Вот я их не подписала, но вот наши замечательные профессионалы в разных сферах, которые начинают творить и придумывать для детей, подростков, семей, интегрируя свои проекты в музейные пространства. Юлия. Да. Здорово, здорово. И скажите, пожалуйста, а вы сами чувствовали в предыдущие фестивали, что к вам стекаются еще и семьи из других городов, не только из Калининграда? Было ли такое ощущение? Да, такое ощущение есть. Что люди приезжают. Ну, мы обсуждаем это всегда с коллегами из музеев. Какое соотношение все-таки калининградцев и приезжих. Мы понимаем, что все наши активности в социальных сетях, паблике, ВКонтакте, мы получаем обратную связь скорее от местных семей, которые с радостью принимают участие во всех конкурсах, снимают видео по итогам фестиваля. И даже, ну, мы чувствуем такую, не знаю, прилив, отдачу, что люди стремятся быть волонтерами фестиваля последние годы. Семьями встраиваются и в этот процесс. Но если смотреть по посетителям, да, то мы видим большое число приезжих семей, которые узнают о фестивале, уже запланировав свою поездку в принципе в Калининград на эти осенние каникулы. Вот, да, было бы интересно привлечь на фестиваль людей, людей заранее, именно на фестиваль, в эти даты, не просто в город. Мне кажется, мы должны попросить помощи как раз у туристических операторов, которые сегодня нас слушают или, может быть, будут слушать в будущем, в записи, чтобы настраивали мы продвижение фестивалей не только на городскую аудиторию, какой бы большой она ни была, скажем, в Петербурге, но и на другие регионы. Потому что по опыту фестиваля «Детские дни» в Петербурге я знаю, что есть мамы, которые берут отпуск и едут из Москвы специально на программу «Детские дни». Не только из Москвы с Апсаном, но и из других городов, порой весьма издалека. И, в общем, конечно, видимо, это та часть аудитории, которую мы пока еще в голове не очень держим, но совершенно точно мы создаем продукт привлекательный и такого уровня, который был бы интересен таким путешественникам, которые хотят не только самые верхушки схватить такого самого стандартного, наверное, опыта туриста в каждом из городов. Да, коллеги. Мне кажется, это действительно фестиваль очень удобный способ путешествия. С одной стороны, он такой небанальный, незаезженный, что ли, который позволяет действительно погрузиться как-то менее поверхностно, узнать много нового и погрузиться комфортно, потому что фестиваль уже проделал большую работу, сформировал эти программы, проекты, сделал тот самый отбор, настроил какую-то оптику, и можно ей довериться и отправиться вот в это путешествие. Мне кажется, для вас уже сделали выбор, просто мне кажется, если ты самостоятельный путешественник, очень сложно собрать всю информацию и сделать выбор, потому что в наших городах так много всего интересного, разнообразного, и как это все спланировать, логистически, успеть, не разочароваться, не устать. А фестиваль уже готовит полноценный продукт, проект, где этот отбор, выбор для тебя сделан, приготовленный. Спасибо большое. Да, и, конечно, мне кажется, это для фестивалей, для музеев, для культурных организаций городов и для туристических операторов, но сейчас вот такая возможность наконец разглядеть друг друга, и большое спасибо и выставке путеводителю семейные путешествия и ее организаторам сети креативного туризма, ассоциации менеджеров культуры и генеральному партнеру этого мероприятия, группе компаний «Слетать.ру» за то, что этот разговор наконец состоялся. Мне кажется, конечно, он мог бы и 10 лет состояться назад, и мы бы, наверное, были бы уже на совершенно иной ступени сотрудничества, но здорово, что он сейчас происходит. Да, я хотела бы теперь с запада, Юлия, вас там просят поделиться ссылкой на страницу фестиваля, и мне кажется, вообще всем нашим спикерам нужно в чате сейчас взять и так столбиком опубликовать свои основные информационные ресурсы. Да, а я передам слово во Владивосток коллегам, которые тоже сейчас работают над программой летнего фестиваля, это летнее предложение будет, Александре Осипову. Добрый день, у нас уже вечер, и это тоже, наверное, такая отличительная черта возможности. Юлия, можно я запущу, я тут подправила немного презентацию и вам слово демонстрируйте экран. Спасибо. Это важно и очень здорово, что такой разговор состоялся, потому что действительно у нас есть обменная аудитория, мы ездим друг к другу в гости, и в Владивостоке в свою очередь тоже есть межмузейный маршрут, который позволяет, наверное, сделать отдых более качественным, потому что наша основная конкуренция летом – это море. Все музеи и другие институции сильно конкурируют с морем, и, конечно же, возможность делать отдых познавателем является одной из основ нашего фестиваля. Сейчас минуту запущу презентацию, и мы сверимся, все ли видно, видно ли презентацию? Видно? Да, все хорошо. Да, только… На весь экран. Можно целиком на экран, если получится. Да, 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 да. Да, сейчас я сам предложу, как это сделать. Наверное, получилось? Да, да, да. Отлично. Мы представляем большой объединенный, для нас большой объединенный, не знаю, по масштабу всей страны, маршрут, который называется «Сам по следам», результат которого было объединение и, наверное, какое-то продолжение деятельности из фестиваля науки в путешествии Приморья Лилии Кондрашовой, которая как раз-таки задумалась о том, что отдых у моря может быть познавательным, и мы, в свою очередь, присоединили к достаточно серьезным институциям возможность отдыха еще и культурных институций, музейные площадки, которые, в свою очередь, тоже вошли в этот состав. И он уже переродился, но мы сохранили традиции. Чайка – символ, такой неформальный символ города Владивостока, который переродился формат «Сам по следам», где мы предполагаем исследование как побережья, так и тайги, и вот оставляя за собой какие-то вопросы. Вот такая романтичная картинка, которая позволяет объединить себе историю города Владивостока и возможность объединения. Вот мальчик сидит с маршрутом «Лисенка», потому что «Лисенок» является формальным и неформальным символом русского острова и тоже города Владивостока. Лися достаточно много, он сидит на краю Уссурийского залива, с другой стороны Амурский залив, и эта возможность вообще объединить еще и понимание города Владивостока. Сидит он на объекте Владивостокской крепости, а вдалеке видняется Приморский океанариум. И это самые, наверное, туристические места города Владивостока, одни из таких достаточно много. И межмузейный маршрут позволил сделать эти туристические места не только красивыми объектами показа, но еще и такое некоторое интеллектуальное развитие возможностей как детей, так и взрослых. Ну и, собственно, что такое межмузейный маршрут «Сам по следам» это игра приключения, в которой вы можете принять участие всей семьей или организованной группой. Сейчас уже традиционно она открывается летом. хочется отметить, что мы пришли к выводу и такая у нас самоорганизация произошла в маршруте, где каждая площадка уже самостоятельно несет и формально запускается в сверке в том, что мы в этом году участвуем. В этом году девять площадок, которые сверлись и готовы продолжать работать в таком формате. Не все площадки входят в состав в июне стартуют, есть площадки, которые присоединяются чуть позже и тем самым все лето позволяет провести и успеть покупаться и в то же время сходить на маршрут в институции. Опять же повторю, что это может быть и организованная группа или самостоятельный путешественник. Чаще всего это девять маршрутов по 40-60 минут, которые позволяют сосредоточиться на заданиях, но дальше, конечно, время остается для прогулки. По активности мы, наверное, выбрали интеллектуальную и творческую активность в режиме «На ногах», потому что точки разные. В этом году у нас маршрут рассредоточен в том числе и на Приморский край. Вот здесь он, к сожалению, не обозначен, но есть у нас еще национальный парк «Земля леопарда», в котором мы тоже отчасти гордимся. Возможности присоединения для профессиональной среды это возможность обмениваться в профессиональной среде мнением, событиями, возможностями, факторами, уровнем и качеством и вообще рассказывать друг о друге с помощью тех же самых туристических маршрутов, потому что туристы Владивосток приезжают разные, некоторые не задерживаются в городе, а сразу уезжают в край. И вот возможность расширения географии это возможность еще популяризировать институции. В этом году у нас в маршруте работает главный музей Музей Арсеньева, главный корпус Музей города, Дом путешественника Арсеньева и Дом Суханова, Приморская картинная галерея, игровая площадка Вилла Курица. Это не единственная площадка, которая не является музейной, но ее предложение является абсолютно уникальным, поскольку именно Вилла Курица в этом году запустила уже на постоянной основе в рамках маршрута палеонтологические экспедиции. И это тоже такая особая гордость, и мне кажется, это очень здорово, что можно сходить в настоящую палеонтологическую экспедицию и вернуться с какой-то окаменелостью. Форт Поспелого как объект крепости и земля леопарда. Ну, собственно, по маршруту я уже проговорила, это разные типы заданий у разных институций, которые позволяют пройти и погулять по городу, по территории, по бережью и совершить какие-то открытия. Чтобы принять участие, в этом году мы намеренно не делали никакой специальной регистрации, мы даже не продолжили сайт, на котором до этого публиковали всю информацию, потому что решили продвигать маршрут ровно исходя из каждой площадки институции. Поэтому в описании в основной группе продвижения сейчас ВКонтакте, в которой мы, вот поскольку маршрут уже начался, и Ботанический сад, и Владивостокская крепость уже приняли своих первых посетителей, мы стараемся опубликовать постепенно, последовательно разную информацию, связанную с маршрутом. Приходить на программу, посещать страницу, все достаточно просто. Вот, Кристина, если ты подключишься и скажешь чуть-чуть о самой обратной связи в уровне подготовки и необходимости этого маршрута города, буду тебе благодарна. А я здесь. Да, что, собственно, у нас в 2023 году поменялось, в том числе исходя из наблюдений того, как все проходило в прошлые годы. У нас маршрут стал совершенно такой децентрализованный в том смысле, что его и раньше можно было начать с любой точки, но у нас мы отказались от возрастного деления, потому что все-таки практика показала, что возрастное деление как-то скорее ограничивает что ли участников. Даже не так. У нас были участники, которые стремились пройти вообще все площадки. Раньше площадки разбивались маршруты по возрастным категориям, то есть маршрут для малышей, и, допустим, в нем четыре площадки принимали участие, четыре площадки отвечали за среднее звено, и там, допустим, две-три, ну, варьировалось количество, у нас был выделен такой маршрут для подростков, или скорее для такого приближающегося к подростковому возрасту, 10-12 лет у нас в один год маршрут был выделен. И да, во-первых, показала практика, что проходят, многие хотят пройти просто как можно больше площадок вне зависимости от того, каким маршрут, каким возрастом они маркированы, получают удовольствие в принципе от нетипичной деятельности в музее, что это не стандартный формат экскурсии или мастер-класса какой-то такой гибридный и общение с сотрудниками, самостоятельная деятельность и так далее, вот это привлекало людей. Плюс мы в работе с ребятами младшего возраста вообще обнаружили, что их отвлекает эта маркировка возрастная, потому что они начинают рассуждать, что если мне уже исполнилось 8, а тут на путеводителе написано 7, то может быть я уже сильно и мы подумали, а что если вообще убрать маркировку и от этих всех рассуждений избавиться одним махом и подростки могут себя почувствовать, если они допустим с младшими ребятами пришли просто частью процесса и младшие ребята могут залезть на площадки, которые казалось бы такие, может быть, можно было бы посчитать для них сложными, поэтому у нас и на палеонтологические господи, как они называются, на палеонтологические маршруты записываются, да, ребята всех возрастов там возрастной режим площадка определяет как от 5 до 99 лет, но я думаю, что если кто-нибудь столетний запишется, мы не расстроимся, вот, в общем, да, мы отказались от четкого деления на возраст, мы немножечко, у нас варьируются площадки по месяцу, по дате запуска, за этим важно следить, потому что в июле уже можно, в августе уже можно не застать какие-то июньские площадки, а некоторые площадки в июне, наоборот, еще не открыты, вот такая вот, ну, такая тоже текучая система, она способствует тому, что все, если человек на все лето в городе, то можно успеть, ну, и для работы площадок некоторые маршруты просто в более поздние месяцы или более ранние не так эффективно работают. что на все подготовки очень много податки, да? Время, время, последний вопрос. Да, да, мне кажется, что вот это утверждение, что до 99 лет и столетнего вы тоже не прогоните из музея, по-моему, это очень хороший финал, да, к разговору о владивостокских следах, да, и вот здесь видны контакты, спасибо большое обоим нашим спикерам, публикуйте ваши ссылки, пожалуйста, в чате, да, интересно, что то, что звучит как минус, с моей точки зрения, однозначный плюс, на все лето придумана интересная программа, она как бы идет внахлест на разных площадках, всегда для себя что-то можно найти, в какой бы момент этим летом не приехала семья во Владивосток, ну, понятно, что у горожан всегда больше возможностей, но в данном случае мы, по-моему, в меньшей степени говорим о горожанах, а в большей степени говорим о путешественниках, и настало время, если вы выйдете из демонстрации экрана, то я попробую запустить свою демонстрацию экрана, коллеги, да, я как модератор, конечно, пострадала, вот, и мне осталось меньше всего времени, но это закономерная история, да, коллеги, друзья, посетители, мы же не просто коллеги, мы еще и гости друг у друга потенциальные, я хотела бы рассказать несколько слов о фестивале детские дни, видна ли презентация моя, да, вижу, я вижу, что презентация видна, попробую ее на весь экран, вот, демонстрировать, наш фестиваль проходит весенние и осенние каникулы, но специально на это лето мы впервые сделали продолжение игры путешествия, и поэтому у нас есть летнее предложение, оно есть на сайте семейных путешествий, включено выставку путеводитель, наш фестиваль самый опытный, он проводится с 2005 года, и когда-то мы раз в год проводили фестиваль, теперь уже дважды в год откликаемся на пожелания как раз и путешественников и горожан о том, что на каждых каникулах вообще-то хотелось бы что-то особенное видеть в музеях, поддерживает нас комитет по культуре Санкт-Петербурга, это обеспечивает стабильность фестивалю, мы не только с музеями сотрудничаем, это и библиотеки, и некоммерческие организации, родительские клубы, которые делают потрясающие совершенно программы на территории Петербурга, это ведь большой музей под открытым небом, и как, наверное, фестивали всех, которые сегодня прозвучали, наш фестиваль адресован прежде всего индивидуальным посетителям и предлагает такую очень гибкую возможность свою собственную программу как бы придумать для себя, да, сложить из той матрицы возможностей, которую предлагает фестиваль. Наша задача детей не научить, не, так сказать, погрузить их в знания, которыми, конечно, богатый музей, а стимулировать приятное творческое времяпрепровождение на музейных и библиотечных площадках, это удовольствие, удовольствие, в котором, конечно, есть польза. Как и у других коллег, поскольку коллеги возникли отчасти вдохновившись нашим опытом, основная часть фестиваля это игра путешествия, детские путеводители по музейным экспозициям, это 20 музеев у нас, вот осенью мы уже начали готовить эти маршруты, летом будут работать 10 музейных маршрутов в самых разных музеях, больших и маленьких, в прочном музее в квартире Михаила Зощенко или в огромном российском этнографическом музее. Есть параллельная программа, где музеи отрываются, я бы сказала, в эксперименте, были у нас весной антитренинги, антиэкскурсии, дискуссии, в общем, очень много такого передового и самого взыскательного посетителя, мне кажется, это должно удовлетворить. Ну и каждый раз еще команда фестиваля придумывает что-то новенькое, мы это называем специальными проектами. Есть объединяющая история, это диплом участника, и с этим красивым дипломом участника у нас работают профессиональные только художники, дети ходят по музеям, получают свои разноцветные печати, и он остается им на память. Я хотела еще показать сам сайт фестиваля, сейчас, секундочку, я это сделаю. вот детские дни в Петербурге, мой компьютер хорошо понимает, куда ему надо выходить. да, вот как раз компания... Мы не видим сайт, переключи экран демонстрации. Так, секунду, а я переключила, сейчас, может, у меня это тяжело подгружается, извини. демонстрируешь только по PowerPoint. Я поняла, у меня не переключилось, видимо, из-за проблем с... Ладно, так, тогда... Нам все равно уже нужно заканчивать наш разговор. Коллеги, друзья, мне кажется, что грешно игнорировать то грандиозное, что происходит в сфере культуры в разных городах, и совершенно точно это должно стать таким хорошим туристическим продуктом, который, наверное, не на группы организованные нацелен, потому что нету этого задела по времени, когда вот за год, за полтора, заранее мы могли бы предоставить такие программы. Но то, что это матрица возможностей, на которую могут опереться путешественники, предпочитающие гибкость, когда утром встаешь и понимаешь, что сегодня настрой такой, самочувствие такое, дети хотят активности или дети хотят релакса. Ведь с этим постоянно сталкиваются семьи, что жесткий график не подходит для таких путешествий. Вот на этот случай фестивали в Перми, Владивостоке, гостиная подростковая в Москве, фестиваль в Калининграде, фестиваль, кстати, в Екатеринбурге, который мы не позвали, потому что они еще в размышлениях об осенней программе. Все эти фестивали это подспорья для планирования таких путешествий и не для жесткого планирования, а просто для того, чтобы приурочить свою поездку к этому периоду паникулярному и выбрать на лето первым, на июнь, на август Владивосток, на осень успеть смотаться и в Калининград, и в Петербург, или в Калининград поехать осенью, а весной в Петербург и каждый раз оказываться в таких теплых, заботливых объятиях фестивальной команды, которая все сделала для того, чтобы путешествие стало особо интересным, чтобы дети, как было написано в отзыве, я видела во Владивостоке, злобная мать затаскала ребенка по музеям, посмотрите на ее улыбающееся лицо, там была подписана фотография девочки, чтобы злобная мать была злобной только в кавычках, а на самом деле она была такой очень эмпатичной, заботливой, которая пожалеет и силы своего ребенка, и какой-то все-таки имеющий пределы, объем его памяти, его собственно возможности впитывать впечатление и будет к нему очень бережно в этой поездке. Друзья, что у нас еще там с вопросами в чате, есть ли они? Да, вижу, спасибо от всех наших участников, вам огромное спасибо, что вы подхватились, что вот рассказали, будем с вами учиться продвигать наш продукт, я послушала и себя, и нас всех вместе в совокупности, очень любим мы рассказывать коллегам, и у нас получается чаще, как коллегам рассказываем, а теперь нужно научиться рассказывать о наших проектах для посетителей напрямую. Инна, Оксана, собираетесь ли вы что-то добавить от организаторов всего большого мероприятия? коллеги, хочется только, да, привет всем, хочется поблагодарить всех участников, правда, в это субботнее утро, субботний день, вечер для кого-то, да, и мне кажется, что вот это важное начинание, выставка, семейные путешествия, которое на своей платформе соединяет и представителей турбизнеса, да, и представителей культурных индустрий, которые, ну, на мой взгляд, одни из таких ключевых, да, производителей смыслов и мотиваторов для путешествий, могут ими стать, и должны, наверное, быть. Вот, и мне кажется, что у нас отличный старт, вот, вчерашние, первого числа, да, мы стартовали, у нас сейчас 81 предложение для семейных путешествий собрано на платформе выставки, и очень хочется совместно с культурой и индустрией путешествий, да, развивать дальше эту тему, надеюсь, что мы все встретимся осенью и будем уже говорить о том, что же нас мотивирует путешествовать с семьей осенью и зимой, там как раз каникулы будут. Коллеги, хорошего всем, хороших выходных, я напомню, что выставка путеводитель семейные путешествия лета 2023, это онлайн выставка, вы можете посмотреть в течение всего лета те предложения, которые собраны в рамках этого проекта, и организаторами ее выступает сеть креативного туризма и ассоциация менеджеров культуры, генеральный партнер проекта, группа компаний «Слетать.ру». Коллеги, да, и еще у нас, да, конечно, очень много партнеров, которые информационно и аудиторно включились в этот проект, что очень приятно и важно, да, это и Мосгортур, и некоммерческое партнерство «Наита», это сеть туристко-информационных центров по стране, это кит-ревью журнала «Фиша-справочник», фестиваль «Детские дни», «Яр-мама» и журпортал «Перенс.Счастливые родители». Коллеги, спасибо большое, встречаемся регулярно, я надеюсь, путешествуем, путешествуем, открываем сезон. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Спасибо.